Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас продолжение учебника Cambridge и вторая тема, unit 2, это глагол to be, вопросы. Как нужно составлять вопросы с глаголом to be? То есть, am, is, are, у нас три его формы, опять же, и questions, то есть, опять же, название, глагол to be, у нас так это называется он в инфинитиве, а вот в настоящем времени он имеет три формы, am, is и are. Ну вот, это совсем просто, на самом деле, вопросы создаются при помощи глагола to be, которые ставятся перед подлежащим, то есть, I am, я есть утвердительное предложение, вопрос будет, am I, есть я, he is, он есть, вопрос, is he, есть он, she is, она есть, или она является там кем-то, да, is she, да, it is, оно есть, is it, как бы, оно есть, we are, мы есть, вопрос, are we, мы есть, являемся мы кем-то, are you, ты являешься кем-то, are you, да, are you a student, ты студент, являешься студентом, they are, они есть, или они являются кем-то, are they, то есть, are they students, они являются студентами, ну и вот у нас пример, тут девушка с парнем разговаривает, и она ему вопрос задает, what's your name, как твое имя, он, David, are you married, ты женатый, являешься ты женатым, no, I'm not, не, я не женатый, how old are you, сколько лет тебе, 25, он отвечает, да, are you a student, ты являешься студентом, являешься студентом, yes, I am, он говорит кратко, да, я студент, так, и вот у нас тут дальше примеры, как вопрос, да, у нас составляется глаголом to be, am I late, то есть, я опоздавший, am I late, no, you're on time, нет, ты вовремя, is your mother at home, находит твоя мама дома, no, she is out, не, она вышла, она на улице, are your parents at home, находятся твои родители дома, no, they are out, не, они вышли, они на улице, is it cold in your room, воздух холодный в твоей комнате, yes, a little, да, чуть-чуть, your shoes are nice, are they new, твои туфли приятные, являются приятными, они являются новыми, есть они новые, да, так дословно, являются они новыми, we say, мы говорим, is she at home, находится она дома, is your mother at home, находится твоя мама дома, нельзя сказать вот этот скоб, тут как написано, как нельзя говорить, да, is at home, так нельзя, то есть, да, это неправильно, то есть, просто, как у нас вопрос, мы составляем, просто глагол to be меняется местами с подлежащим, и все, то есть, остальной порядок слов, он не меняется, are they new, являются они новыми, are your shoes new, являются твои туфли новыми, ну вот у нас есть кое-какие правила, да, например, вопросительные слова where, what, who, how, why, если мы их видим с глаголом to be в вопросительном предложении, то чаще всего, не чаще, а всегда, мы эти вопросительные слова ставим в начале, то есть, перед глаголом to be, ну, например, where is your mother, где находится твоя мама, is she at home, находится она дома, where are you from, откуда ты есть, Canada, Канада, what color is your car, какого цвета является твоя машина, есть твоя машина, it's red, она красная, how old is Joe, сколько лет Joe, he is 24, ему 24, how are your parents, как поживают твои родители, как здоровье твоих родителей, are they well, они здоровые, да, тут, кстати, один момент, когда вас спрашивают, вам задают такую фразу, how are you, как поживаете или как здоровье, то, когда мы отвечаем, I'm fine, thanks, я в порядке, спасибо, или I'm very well, то well не переводится, как я очень хорошо, как мне все ученики практически 90% отвечают, 95% всех моих учеников отвечают именно так, я спрашиваю, how are you, они мне говорят, I'm very well, а я говорю, а как переводится, I'm very well, очень хорошо, нет, well это не хорошо, это не наречие, это прилагательное, здоровый, да, то есть находящийся в здравии, если человек скажет, I'm not very well, надо поинтересоваться, what's happened, what's wrong with you, а он скажет, I was ill, I was in hospital, то есть well это здоровый, от этого у нас в прилагательном образуется абстрактное наречие wellness, здоровье, сейчас модно писать на всяких фитнес-клубах в Москве, все занимаются фитнесом, wellness это здоровье, да, то есть well это здоровый здесь будет, поэтому, how are your parents, как здоровье твоих родителей, are they well, они здоровые? these shoes are nice, эти туфли являются приятными, есть приятные, how much are they, почем они, почем есть они? this hotel isn't very good, этот отель не очень хороший, why is it so expensive, почему он является таким дорогим? ну и у нас вот с вопросительными словами глагол to be сокращается, да, и вот апостроф, да, мы запятую такую сверху ставим, то есть what is будет what's, who is будет whose, how is будет house, и where is будет where's, то есть вот фразы, например, what's the time, в какое время, where is Lucy, где находится Lucy, who's that man, кто является, кто тот мужчина, кто этот мужчина, how's your father, как здоровье твоего отца, как поживает твой отец, ну и short answers, короткие ответы, чтобы нам полностью не отвечать, мы отвечаем yes, I am, то есть используем глагол to be, да, в кратких вопросах, ответах, yes, I am, да, я есть, yes, he is, да, он есть, yes, she is, yes, he is, или yes, we are, yes, you are, yes, they are, отрицание у нас будет, добавляем частицу not опять же, да, no, I am not, no, he is not, no, she is not, no, it's not, no, we are not, no, you are not, no, they are not, ну или другой вариант, да, сокращение, no, he isn't, no, she isn't, no, it isn't, no, we aren't, no, you aren't, no, they aren't, ну вот, например, парень занял место, that's my seat, это мое место, no, it isn't, он мог бы сказать, no, it isn't your seat, да, он просто, no, it isn't, то есть нет, оно не твое, он занял уже все. Are you tired? Являешься ты уставшим? Yes, I am, то есть человек мог бы сказать, yes, I am tired, да, он просто, yes, I am, коротко, коротко и ясно. Are you hungry? Ты голодный? No, I am not, but I am thirsty, то есть нет, я не голодный, но у меня жажда, is your friend English, я жаждущий, то есть, да, я жаждущий воды, is your friend English, твой друг является англичанином? Является твой друг англичанином? Yes, he is, то есть да, он англичанин, да, он есть, да, он является. Are these your keys? Являют, это твои ключи, yes, they are, да, они есть, да, они мои, that's my seat, да, вот из этого операции, это мое место. No, it isn't, не, оно не твое. Так, и опять у нас тут упражнение, да, exercises, которые нужно будет сделать, да, обязательно делать упражнение. Дело в том, что грамматику учить не надо, ее нужно понимать. Если вы ее понимаете, значит, вы будете грамотно правильно говорить. Если вы ее не понимаете, вы все равно будете говорить просто не совсем грамотно. Самое главное учить в английском языке слова. Грамматику нужно просто понимать и делать как можно больше упражнений. Да, и таким образом вы научитесь говорить грамотно. Примеры. Здесь у нас уже есть пример, да, один. Find the right answers for the questions. То есть найдите правильные ответы на вопросы. Where is the camera? Ну, вот ответ будет G. И смотрим, да, in your bag, в твоей сумке. Ну, и нужно будет, то есть подобрать тут правильный ответ. Make questions with these words. То есть, ну, составьте вопрос с этими словами. То есть здесь уже пример тоже есть. Здесь они в перемешку. И вот тут is at home your mother. То есть, да, и вопрос составляем. Is your mother at home? Находит твоя мама дома? Или your parents are well. Are your parents well? Твои родители здоровы? В здравии? Ну, и дальше вы сами справитесь, я думаю. 2.3. Complete the questions. То есть завершите вопросы. Use what, who, where, how. То есть эти вопросительные слова, как я уже сказал, мы ставим их перед глаголом to be. Здесь уже есть ответы. И вот нужно, то есть использовать эти слова и плюс глагол to be. How are your parents? Как здоровы твоих родителей? Как поживают твои родители? They are very well. Они очень здоровы. Они очень здоровы, да. Дальше. Так. 2.4. Write the questions. То есть тоже напишите вопросы, да. Диалог тут двух молодых людей. И, соответственно, уже ответы у нас есть. И вот первый пример. What's your name? Как твое имя? Paul. Да. И вот уже надо спросить. Он американец? Он скажет, нет, я австралийец и так далее. И 2.5. Пятое упражнение. Write short answers. То есть напишите короткие, краткие ответы. Yes, I am. Или no, he isn't. Are you married? Ты женатый? No, I'm not. Не, не женатый. Ну и так далее. То есть, да. На этом все. Сегодня у нас урок закончен. Всего доброго. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok